Друзья, приветствую вас на своем канале Мой Дом Крым. Хочу сегодня с вами поделиться очень таким интересным моментом в жизни любой хозяйки. Это как сэкономить время на уборке, а именно на уборке полос. Так, чтобы это было чисто и качественно. Посмотрите, какой у меня есть друг. Вот такой вот пылесос самостоятельно убирает мне всю пыльку. При этом я абсолютно не трачу свое время. Включаем и все. Что это за чудо техники, я вам сейчас расскажу поподробнее. Давайте разберем, что входит у нас в набор этого пылесоса. Комплектацию разберем. И как же, в чем собственно его привозить и откуда. Пылесос этот идет фирмы i-Lite. Такая вот коробка. Реализуют его только через Алиэкспресс Молк. Вот так вот он запакованный. Через другие магазины заказать ему невозможно. У них есть свой сайт, где эта информация описывается. Поэтому, если вы увидите, что где-то его продают в другом месте, то это навряд ли будет тот самый качественный пылесос. Так, фирменная коробка у него. Давайте посмотрим, что же там внутри. Я пользуюсь этим пылесосом с октября 2018 года. Покупала его себе в дню рождения. Решила себе сделать такой вот подарок. И что я хочу сказать. Я не разочаровалась. Я очень довольна, что я остановилась на выбор именно этого пылесоса. Здесь у нас есть такая вот книжечка с гарантией. Гарантия производителя 1 год. Здесь у нас инструкция по его использованию. Краткая картинка. Все описывается. Сам пылесос я вам уже показывала. Как он работает, как ездит. После упаковки от него. Там же есть к нему еще и база. Черного цвета, на которую, собственно, он становится, подзаряжается самостоятельно. Дополнительно здесь идет еще тряпочка для протирки полов. Но функции мойки полов у него нет. У него только функция сухой протирки. Запасные щетки. В случае, если одна из них ломается с указанием, с другой стороны, левая, правая. Запасные фильтры. Два фильтра вот таких вот. Это фильтр мелкой очистки. Есть еще фильтр, у него крупные очистки внутри стоит. И, я хочу сказать, очень удобная колба для мусора. Легко чистится, легко высыпается мусор, легко снимается. Вам это сейчас продемонстрируем. В общем-то, все, больше ничего там не идет. Пойдемте, я вам покажу сейчас, как выглядит, собственно, база для зарядки и что же у него внутри. Так, собственно, выглядит сама зарядка, которая обычно стоит у меня под сидением. Абсолютно никому не мешает. По команде пылесос выходит на уборку, по команде он становится снова на зарядку. Есть такой вот пульт, на котором указывается тип уборки. Это об этом мы чуть позже. А вот это вот команда «Домой». Выглядит, собственно, без дополнительной вот этой насадки. Сейчас мы его перевернем. Он у меня уже давно в рабочем состоянии, поэтому, конечно, чистоты вы тут особо уже не увидите. Он меня убирал. Поэтому немножечко уже сероватый цвет у нас фильтра. И вот такая колба. Когда мы уберем, колба будет наполнена. Вот сейчас я включу на уборку. Сейчас как раз утро, после завтрака мы сейчас будем убираться. Посмотрите, как наполняется сама колба и как ее чистить. Мы закрываем. Включаем. И начинаем уборку. С легкостью переходят небольшие преграды. Поэтому ставим такой стульчик, чтобы он не уходил в коридор. В автономном режиме он убирается практически всю комнату, ползая в хаотическом абсолютно порядке. Но при этом сколько раз наблюдал, он в итоге убирает все пространство. Заходит спокойно под стол. Мы можем управлять его движением с помощью данного пульта. Как это происходит, я вам сейчас расскажу. Сейчас он у нас выползет. Кнопочками мы управляем в стороны. Если нам надо, чтобы он шел прямо, мы нажимаем прямо. Под столом, как обычно, самое большое количество мусора. И мы нажимаем там на круговую уборку. Он начинает на одном и том же месте проходить по несколько раз и глубоко очищает все пространство, в котором он наводит порядок. Есть функция по периметру. Когда мы нажимаем эту функцию, он находит крайнюю точку и начинает убирать четко по периметру. Помещение. Таким образом, не остается мусора по краям, по плентусам. Абсолютно остается все чисто. Вот так он заходит. Находит дальше стенку. И вдоль стенок он вычищает мусор. Вот так вот, проходясь своими щеточками по самым тяжелым заступным местам. Нажав на кнопку стоп и возвращаясь к уборке, мы опять переходим на автоматический режим. Побежал он убирать туда, куда считает нужным. Собственно, у него для этого есть необходимое количество датчиков. И ориентируясь по своим датчикам, он наводит порядок на кухне. Я бы сказала, очень качественно. Я рада, что я могу быть свободна в то время, когда мой пылесос наводит на кухне лоск. Мы говорим об особенностях данного пылесоса. Вы понимаете, что это не тот пылесос, который имеет ручку, которую куда вы повели, туда он и пошел, да? И там и пылесосит. Поэтому, если у вас на полу много различных проводов, или какие-то мелкие коврики, легкие там, на небольшой кухонке, то уборка будет затрудняться. И если пространство не позволяет спокойно обходить какие-то там ножки, стулья, то он будет встревать, естественно. То есть для маленьких помещений я считаю, что такой вид уборки неудобен. Опять-таки, если ковры с большим ворсом, я думаю, он не потянет такие ковры. Однозначно, он будет не очень хорошо убираться на коврах шерстяных, и откуда, бывает такие вот, все липнет, даже простым пылесосом, кроме как щеткой, не очищается. Вот такие вот именно ковры этот пылесос точно так же не очистит. Ковролин, современные синтетические ковры, он чистит. И довольно-таки успешно, и хорошо, и пыли, и мусора достаточно так собирает. Вот. Хотя я его покупала именно для кухни. Вы видели, какая у меня просторная кухня. У меня даже под столами такое расстояние, что он свободно туда заходит и наводит уборку. Поэтому я, конечно, довольна. И если у вас есть комната, где, допустим, ламинат, линолеум, или с небольшим ворсом, там, ковролин, то такой вид уборки очень даже будет вас устраивать, я думаю, потому что все-таки время освобождается, а уборка проводится. Это действительно первая такая вещь, которая полностью освобождает руки хозяйки. Пылесос, да, хорошо, это лучше, чем веник, да, обычный, но в любом случае ты его берешь, ты пылесонишь, ты трачишь свое время. Тут же ты нажал на кнопочку, и он сам автоматически все убирает. Но это не единственный пылесос этой фирмы. У него целая линейка этих пылесосов, и на сайте можно посмотреть. Есть чистомоющие пылесосы, очень интересные функции имеют. Настолько вот продумано, что две колбы. Одна колба идет с чистой водой, другая идет для воды отработанной. То есть настолько интересно все это показано и продумано, что я думаю, что стоит обратить внимание тем, кому часто нужно протирать именно полы влажная уборка. Так как у меня особо таких пятен не образовывается, из-за чего бы нужно было каждый день там протирать, делать влажную уборку. Меня вполне устраивает именно сухая протирка. И то я эту тряпку цепляю далеко не каждый раз. Раз, два раза в неделю взять обычную там современную швабку, помыть, натереть полы. Но это вполне реально для меня, поэтому меня именно устраивала данная модель. Есть модели еще более большим объемом мусорного бачка. Есть модели пылесосов, в которых встроена турбо-щетка. Такие пылесосы хорошо, когда чистят сковоролин, допустим. Особенно есть, когда домашние животные, и нужно вот здесь мусор собирать в виде волосков. У меня домашние животные никакие дома такие не проживают. Ни кошек, ни собак у меня в доме нет. Поэтому недостаточно обычного всасывания. И для одной кухни этой колбы вполне достаточно. Весь остальной дом я выбираю простым пылесосом Samsung мощным. И в принципе редко, когда совсем мне не хватает времени, я могу использовать робот-пылесос. Там надо в коридор его запустить или в зале на ковролине. Если уже вижу, что какой-то мелкий мусор есть, а времени, собственно, брать нет. Это посреди недели, между выходными днями. Тогда я еще могу воспользоваться им. А так, в принципе, он был изначально куплен только для кухни. Поэтому кому что надо, вы можете посмотреть, обратить внимание на модели, на функциональность. Есть даже пылесос, у которого есть датчики, у которых видят мусор. Но по отзывам я так поняла, что все-таки с автономной автоматической уборкой пылесос лучше. Пускай он лучше по несколько раз в одном и том же месте проюлозит. Но помещение будет более чистое. Собирается самая мелкая пыль, собирается самый мелкий мусор. Особенно, если вы еще оденете тряпочку, протрет несколько раз по одному тому же месту. Это будет только плюс. Работает, он более, наверное, более двух часов держит заряд, потому что, в принципе, больше двух часов я не пользовалась им. Но на два часа уборки его вполне хватает. И когда он разряжается, если остается слабый заряд батареи, он самостоятельно ищет базу и становится на ней. Есть дополнительные команды. Что тоже очень удобно. Нет таких проблем, что надо пойти взять адаптер, подключить его. То есть, заканчивается заряд, вы нажали на кнопочку пульта, или он самостоятельно встает на базу, заряжается и стоит там для следующей уборки. Когда вам удобно, вы можете его почистить. Либо сразу, либо перед следующей уборкой. Ну, в общем, уже проблем с зарядом у вас не будет однозначно. Он у вас всегда будет заряжен. Что еще такого надо вам рассказать? Вообще-то, заходила на различные сайты, смотрела другие виды, там, фирмы. Я не хочу сказать, что я тут занимаюсь рекламой iLife. Но по отзывам я поняла, что очень много у роботов-пылесосов каких-то недостатков. Зайдя на Алиэкспресс, почитала именно отзывы реальных пользователей. Я не через YouTube смотрела, не по видео, а именно по отзывам на сайтах, все-таки негативных отзывов практически не было. Почему я остановилась на этой фирме? Доставка в Моле очень быстрая. Я буквально, наверное, за неделю он пришел. Доставили прямо домой. И цена его была, ну, совсем не очень высокая. Порядка 6 тысяч рублей. Проплачивала я сразу через сайт. И, пропользовавшись уже 3 месяца, я могу сказать, да, я очень довольна и буду дальше им пользоваться. И в будущем, если им надо будет сменить этот пылесос на более новую модель, там есть еще более мощный с функцией мойки полов. Я брать не буду, мне она не нужна. А вот более мощный для упорки ковров можно было бы взять, потому что в другой раз действительно можно запустить на те же ковры. Хотя эта модель меня, еще раз повторюсь, устраивает. Надеюсь, что она проработает долго и будет меня очень радовать. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok